Студия декоративно-прикладного искусства ИИЗО, танцевальные и хореографические кружки, волонтёрские туристические объединения. Перечень видов деятельности для любознательных мальчиков и девочек в городском центре дополнительного образования детей и молодёжи довольно велик. Для каждого можно подобрать наиболее оптимальное место и время. Главное, чтобы ребёнку было комфортно и удобно. Эти слова администрации и педагоги центра уже не один год считают своим кредо. Занятия в лучших образовательных традициях, используя проверенные временем подходы к организации деятельности, плюс современные технологии. С сегодняшнего дня началась республиканская неделя учреждений дополнительного образования. И в рамках этой недели у нас день открытых дверей, традиционный, запись в кружки, в секции, игры, мастер-классы. В общем, у нас предоставляется огромная возможность для занятости детей в неурочное время. Принцип наглядности в рамках проведения дня открытых дверей был выбран в центре дополнительного образования не случайно. Ребята могли не только воочию посмотреть, каких успехов достигли их сверстники в той или иной деятельности, но и попробовать свои силы. Для желающих педагоги провели мастер-классы. Интересная подготовка, то есть, что пришли на мероприятие, все презентация всех коллективов, всех кружков, то есть, все увидели, что есть. Сразу можно пообщаться с преподавателями, скорректировать расписание для себя. Традиционный для Ленинского района города праздник у причала объединил на любимой горожанами набережной представителей городских центров и творческих объединений. Научиться завязывать морские узлы и разгадывать непростые литературные загадки, послушать выступления юных артистов ведущих детских центров города и принять участие в викторине от областной госавтоинспекции. Все это предложили организаторы гостям мероприятия. Праздник «Веселый звонок у причала» – это традиционный праздник администрации Ленинского района. Этот праздник всегда проходит уже в канун или начало учебного года. И хотелось, конечно же, вот именно в этот субботний день занять очень интересно детей. Поэтому администрация Ленинского района совместно с Арт Пипер подготовили очень интересную, увлекательную программу. Сегодня набережная активно работает не только в праздники. Приводя в порядок рекреационную зону, администрации района совместно с городскими властями решили подарить этому зеленому уголку новое дыхание, пригласив сюда для работы индивидуальных предпринимателей. Теперь, кроме полюбившегося многим фонтана, на набережной и взрослый, и ребенок могут найти для себя занятие по душе. На набережную пришли в 2014 году, так как здесь сделали детский фонтан, но было как бы пустовато, не было чем детям заняться, кроме фонтана в холодную погоду. Мы поставили детские аттракционы, воздушный батут, поработали один сезон, потом начали подтягивать под себя с предпринимателями. Некоторые приехали из Гомеля, даже есть работы, это сегуэй, мороженое, попкорны. В принципе, получилось то, что ожидали. Хотели привлечь, чтобы набережная была пустая всегда, то есть было скучно, было не весело. Сегодня здесь каждый день, даже в учебное время, то есть детей хватает, всем хорошо, все радуются, все веселятся. В перспективе, думаю, дальше развиваться, будет как бы по обстоятельствам дальше. А так, в принципе, я думаю, что вы все видите, что все удается, все хорошо. Запись в кружке и студии города еще открыта, так что если желание у ребенка есть, значит настало время, чтобы помочь ему реализовать свои мечты. Не бойтесь стать волшебником в детской сказке. За это когда-нибудь вы услышите свое большое спасибо. Анастасия Назрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.